Чем и где будут кормить в Самаре фанатов футбола, организаторы чемпионата мира 2018 года думают уже сейчас, поэтому для работников общепита тоже наступает время соревнований. У всех есть одинаковые возможности. Если ты специалист, если ты профессионал в своей отрасли, если ты не боишься об этом заявить и подтвердить уровень своих услуг, тебе дорога открыта для того, чтобы принять участие во всех событиях чемпионата мира. В одном из городских ресторанов готовы вкусно и изысканно накормить иностранцев немаловажный момент. Персонал, начиная от администратора и официанта до шеф-повара, прекрасно владеют английским. Наши официанты всегда готовы принимать гостей иностранных. Они просты, достаточно в своих желаниях, потребностях, достаточно просто объясняются и поэтому понятны в любом официанту. В отелях и на тренировочных базах будут работать свои команды поваров. Их никто менять не собирается, если они, конечно, будут соответствовать стандартам профессионального мастерства. А вот на гостевой маршрут и фан-зону попадут избранные рестораторы. В конкурсе за право кормить гостей чемпионата мира смогут принять участие все желающие. От студенческих столовых до элитных ресторанов. К отелям действительно предъявляются требования, что они должны подтвердить свои категории, звезды, пройти сертификацию. То к сфере общественного питания более лояльный подход. Здесь, скорее, ставка сделана на профессионализм, на совесть и на добросовестное отношение к своей профессии. Стартовые условия для всех одинаковые. Обучающие семинары станут нормой жизни до самого старта чемпионата мира по футболу. Она будет вестись и далее на протяжении оставшихся двух лет перед чемпионатом мира. Мы готовы рассказывать, мы готовы объяснять, какие требования нужно выполнить. Но, опять же, требование достаточно жесткое, на мой взгляд, слово. Есть пожелание. Главное требование к футбольной кухне – разнообразие. Это касается как быстрого питания, так и высокой кулинарии. Национальная русская с ее колоритом обязательно. Но каждый болельщик из любой страны мира должен найти для себя свое родное блюдо. Еще одно условие – меню будет дублироваться на английском языке. Сергей Кизоркин, Артем Сулайманов, События.